Хускар Семейство Джуманаксов Семейство Джуманаксов Семейство Джуманаксов Семейство Джуманаксов Это мощная контрнат Следующий герой, который у нас тут есть, это Клинкс Если они будут стоять Соло на соло на лайне, то Клинкс Передамажит В ранней стадии у Хускара всего один Армор Да и в принципе на 10 уровне, смотрите, 3 Армора Это значит, что Клинкс С легкостью сможет передамажить Так как у него второй спл наносит физический Урон и в целом это мощный дамагер То Хускара будет очень тяжело Но если Хускар будет как бы подстраиваться, там, брать Гасты или БМы, то к Линкзу придется тоже что-то придумывать. Возможно, взять и Диффуз, который также сможет снять с Хускара очень мощную хилку, за счет которой Хускар очень хорошо живет. Следующий герой, который у нас тут есть, это Алелия. 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 Алелия это герой, который также имеет промах и имеет дамаг. У нее второй спелл наносит магический урон. Но, но, основные спеллы ее, это, конечно же, стан, который не позволит Хускару двигаться в драке, также не позволит подормлетить. Ну и промах, с помощью которого она не даст Хускару себя убивать. Плюс, конечно же, ее мощный ультимейт. Если у нее будет агонин, то Хускара она сможет уже и пробивать и с руки. Поэтому я считаю, что Алелия может законтрить Хускара. Но если стоять на лайне 1x1, мне кажется, все-таки Хускар будет посильнее. Но в целом, Алелия тоже очень хорошо против Хускара зайдет. Следующий герой у нас Джаггернаут. Джаггернаут это максимально мощный физушник, который просто душит с руки. Конечно, тяжеловато, если честно, будет против Хускара, стоя на лайне. Но, в целом, Джаггер наносит у нас с ультимейта физикал урон дополнительный, 250 урона. Физикал при этом 3 слэша, это уже 250 на 3, это уже около 600 урона. Я не математик, поэтому я тут сейчас не буду углубляться в математику и не будем мы вот это все подсчитать. Поэтому, знаете, у Хускара нету армора, соответственно, по нему физука хорошо заходит. Плюс Джагга еще с руки будет очень сильно наваливать. Они, в принципе, эти два героя равноценны по раннему пику силы. То есть, у Джаггернаут пик силы примерно 15-35 по минутам. То есть, 25-ая минута, как правило, на Джаггернауте уже заканчивает. И у Хускара то же самое. В принципе, у них одинаковые шансы в игре. То есть, если этот на фрилайне и этот герой на фрилайне, они могут посоревноваться. Хускар будет чуть-чуть сильнее. Но Джаггер с появлением башеров и чуть-чуть помощи со стороны команды, конечно же, сможет спокойно опускать Хускара. Следующий герой, который максимально контрит Хускара, это у нас Мартретка. Мартретка имеет промах по себе. Имеет кучу дамага, имеет хорошую скорость атаки. И, соответственно, она сможет убивать Хускара. Это очень сильный контрпик будет против Хуска. Причем, даже стоя на лайне, 1x1, Хускар будет накидывать стрелы, промахиваться под блюром Мартретки. А это значит, что Хускар будет не такой сильный. Конечно же, будет дополнительно терять хитпоинты. А Мартретка этим может воспользоваться. Конечно, критануть на 3000, как я вчера это делал на стриме. Не забывайте, что стримы каждый вечер 19 по МСК. Ребятки, спасибо всем, кто заходит, поддерживает и ставит лайк. Ну и, конечно же, Мартретка является очень сильной контрой Хускара. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Хаос. Хаос это отдельная история просто. Иллюзию создал Хускара. Раз, ну вы поняли. Я не матерюсь, ребятки, поэтому и вам не рекомендую тоже, чтобы речь была красивая и приятная. Ну, в общем, по Хаосу тут и так все понятно. Хаос это тоже очень мощный пиздамагер. Он есть и на 4 секунды пропишет. А, как правило, Хускар у нас всегда на лоу хп бегает. А это значит, что вы пропишите ему Хаос болтом 4 секунды. Рифтанете, конечно же, с бонус дамага. И плюс 2 иллюзии Хускара просто уничтожите. Следующий контрпик, который у нас тут есть, это Слардар. Слардар позволит уничтожить Хускара. Потому что у Хускара просто, смотрите, нету, 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 нету армора. А значит, еще минус амплификация, плюс 2, плюс баши, до свидания, Хускар. Просто тут без лишних слов. Следующий герой, который у нас тут есть, это Азурейд. Азурейд, который у нас может, во-первых, доппельгангером заэвейдить у нас ультимейт Хускара. И, соответственно, заставить Хускара в такой неловкой ситуации быть. То есть он себя снимет КП. При этом главное, чтобы Хускар не бил настоящего Азурейда. Потому что остается небольшой эффект, который не позволит, так сказать, Фантому скрыться. Ну давайте, типа, ну вот, как бы, вот такой вот смысл. Смотрите, вот, допустим, он его ударил. Да, то есть, опа. И он сейчас, по идее, должен с горением появиться. Видите, оп, появляется с горением. И, конечно же, главное вот этот момент не допускать. Это те самые фишки, которые я обещал показывать во время этих видосов. Конечно, я их показываю. И поэтому Азурейду важно, важно перед дракой уйти в доппельгангер и наносить урон. При этом с диффузом вы сможете спокойно снимать Inner Vitality. Inner Vitality мы всегда называли Inner Vitality. Потому что у нас есть своя приколюха. Но ребята, которые приколюху знают, конечно, не поймут. Вернее, не знают, они не поймут. Ну и ладно, фиксируем. Окей. Следующий герой, который у нас тут есть, это Джуманакс номер 2. Это Джуманакс еще один. Если кто не в курсе, что такое Джуманаксы, это Джуманаксы. У нас Джуманаксов на карте. О, вот они, Джуманаксы. Вставлю звук, ладно. Джуманакс, да, все, есть Джуманакс. И хорошо. Продолжаем. Ну, в принципе, стандартный физушник, который баш выкидывает, убивает. Есть промах. Но Хускар может с себя снимать этот промах. В случае, если нападет Джахархал первый на своего, так сказать, собрата, то он с легкостью сможет с себя снять лайфбриком спокойно этот промах и пытаться убить его. Но если там вылетает баш, по идее, просто убивается Хускар, потому что у него нету армора. Опять-таки, тут все понятно. Стандартный Войт. Войт также может перебивать Хускара. Баши, бэктреки, хроносферы, таймволки. Все это позволит закайтить, либо пытаться убить Хускара. Главное, конечно же, чтобы он не был под хилом. Иначе будет очень тяжело Войду пробивать его. Войт это персонаж не быстрого пика формы. Соответственно, Войду нужно будет немного пофармить для того, чтобы остановить Хускара. Но, как правило, Хускар очень сильно сноуболится. Уже примерно с армлетом он в разы сильнее Горзиерка нашего Дарк Терроровича. И, конечно же, позволит убивать Войда в ранней стадии. Но Войду нужно будет чуть-чуть подфармить. И тогда Хускар не будет выдерживать количество урона. И все, Хускара просто уничтожит. Следующий герой, который у нас тут есть, это Риздрак. Риздрак это у нас персонаж, который имеет все скиллы чистого урона. Но первый спелл с условием, есть ли дерево. Да, все мы это знаем, чтобы мне в комментариях не писали и не поправляли. Окей, смотрите. Хускар у нас, когда находится рядом с деревьями, с легкостью сможет умирать от Риздрака. Риздрак будет просто настигать, кидать первый, второй ультимейт и срезать Хускару очень много HP. Потому что у него тут магический резист, а это у нас чистый урон. И чистый урон, соответственно, будет плевать на магический резист и будет уничтожать Хускара. Вот такая вот контраст. Следующий герой, который у нас тут есть, это Легион. Легион это в целом проблема для Хускара, потому что тут есть БМ сразу. Что такое Легион? Легион это Блэйдмейл, Даггерфазы. Все, побежали. Просто нажимаете БМ, теретесь с ним чуть-чуть, раз, ультанули под пресс-атаком еще и все. Хускара уже нет, он просто умирает. Следующий герой, который у нас есть, это Найкс. Найксу нужно будет немножко артефактов для того, чтобы уничтожать Хускара. Хускар может перебивать Найкса вначале на небольшом перефарме. Но в целом Найкс заберет свое. Он будет просто кусками отрывать от Хускара. У Хускара нету армора. Хускар очень жирный по HP. Соответственно, Найксу это даже будет в плюс. Главное, чтобы не было хилочки. Хилочку сбиваем и Хускара убиваем. Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Вайпер. Я считаю, что Вайпер это один из сильнейших контрпиков Хускара. Потому что у Вайпера есть пассивка, которая не позволяет Хускару жить. Это у нас, конечно, Найротоксин. Найротоксин у нас апается с потерей хитпоинтов оппонента. То есть, если у Хускара будет уже половина хитпоинтов, то, конечно же, будет у нас Найзертоксин наносить... Ну, сколько? Половина хитпоинтов, если 160, это уже 80 бонус дамаги. Ну, не 80, там чуть-чуть поменьше будет бонус дамаги. Конечно, вы уже будете наносить. Там я не помню, как эта процентовка. Она, по-моему, поделена на 5 этапов у Вайпера. Поэтому рекомендую в гайд посмотреть и узнать, как это работает. В общем, чем меньше ХП, тем сильнее у нас будет дамажить Вайпер. Это все мы, в принципе, знаем. Ну, и, конечно же, это является очень сильной контроль. В 1 на 1 на лайне Вайпер выигрывает максимально легко Хускара, потому что у него дистанция атаки 575, а у этого 400. И поэтому, конечно же, Вайперу намного будет легче. Я считаю, что Вайпер отлично может законтрить. А при купленном БМе и, конечно же, в качаном Карасиве, шансов у Хускара просто ноль. Следующий герой, который у нас тут есть, это Калдор. Ну, конечно же, Калдор не позволит Хускару хилиться с Иннервиталити. И, конечно же, пробовать переармлечивать. Также сюда бы еще зашел Некролайт со своей аурой Хердстопера. Но я его сюда не ставил. Но, в целом, имейте в виду, что Хускар очень хорошо контрится. Армлетовый Хускар хорошо контрится еще Хердстопером. И Калдором, который спокойно может закинуть ультимейт Айс Бластович и не дать Хускару жить вообще ни хилиться. И при этом он всегда будет на лоу ХП. Конечно, его ультимейт Айс Бластом Калдора не будет наносить очень много урона из-за Мэджик Резистанса. Но, в целом, у Хускара будут огромные проблемы, когда он будет находиться под Айс Бластом. Тогда ему нужно будет думать и действовать чуть-чуть аккуратнее. Следующий герой, который у нас здесь, это Урса. Урса? Ну, просто сами подумайте. Хускар прыгает на Урсу, чтобы убить Урсу. А Урса такой, ну, окей, давай, такой раз, опа, разозлился. Все. Ускара нет. До свидания. Дальше нет смысла продолжать. Следующий герой, который у нас тут есть, это Бладсикер. Бладсикер может вторым спеллом очень сильно солить Хускару. Ну и ультимейтом в целом. Ультимейт на Бладсикере у нас имеет магический, ой, не магический, чистый урон. Соответственно, чистым уроном вы сможете спокойно пробить. И второй спелл также чистый урон. И это позволит законтрить Хускара. При этом у нас Сикер еще является дамагером, который будет под БМом забегать под Хускара и душить. Но в начальной стадии, конечно, Хускар будет чуть-чуть посильнее, поэтому вам нужны будут артефакты. Следующий герой, который у нас тут есть, это Инчантерс. Инчантерс это вообще в целом очень хорошая контра Хускару, потому что ее ультимейт пробивает все абсолютно. БКБшки там, всякие магические сопротивления, потому что у нее просто чистый урон на импетусах. Соответственно, на шестом левеле Хускару будет немного тяжело против Инчи. И, в принципе, Инча, я считаю, что очень хороший контрпик. Да и в лейтгейме на большом расстоянии, по-моему, 740 у нее будет, и она сможет спокойно закидывать Хускара. Так что вот такая тема, ребятки. Не забывайте, что все персонажи, которые вносят физический урон, будут легко контрить Хускара. Это значит, что это очень хорошо. Что ж, самое время у нас посмотреть, кто же у нас является кормом для Хускара. Поехали. Что ж, следующая веточка у нас, конечно же, ребятки, по-стандартному, это корм. Вот эти вот персонажи являются кормом. Тут еще множество героев нету, я не вижу их смысла сюда пихать. Опять-таки, это всякие драксы, всякие там снайперы, которые в начальной стадии просто жесткий корм для нашего героя. Что-то забыл, я у нас звуку немного убавить. И, конечно же, здесь у нас собраны самые основные персонажи, которых очень легко, в принципе, подконтривать по иным моментам. Смотрите, Каолин. Каолин это персонаж, который у нас, в принципе, наносит все магическим уроном. Магнетизм, в принципе, первый магический урон, третий у нас магический. Но он также может немного подсаливать. Но в случае, если там будет какой-то ганг, то Каолина с легкостью может Хускар перевернуть. Алхимик. Алхимик является лютой кормушкой для Хускара, потому что у него нету армора. Также, плюс, он до шестого уровня не регенится, и Хускар с легкостью может его перебить. Баунти Хантер. Баунти Хантер просто легкая мишень, которая, в принципе, он хороший физушник, если его собрать на дамаг. Но его, как правило, собирают в магические билды. И, конечно же, для Хускара это не проблема. Даст и купил, Баунти Хантера победил. И, естественно, спокойно Хускар может фармиться на Баунти Хантере. Веномансер. Веномансер это у нас строго магический урон. Здесь все абсолютно на магию. Если собрать Веника в ДД, то может он, в принципе, попытаться убить Хускара. И, конечно же, Хускар спокойно может жить под всеми ядами, регенится и является очень легкой, так сказать, добычей. У нас вот этот змееныш зеленый, и, конечно же, легко его убивать. Следующий у нас, который есть тут корм, это Тиник. Тиник в начальной стадии вообще ничего не будет делать Хускару. Он будет просто стоять и смотреть, как Хускар фармит. Хускар просто отзонит его и будет убивать. Плюс у нас еще есть защита специальная от его прокаста. Именно наши стаки резиста. Следующий герой, который у нас тут есть, это Зевс. В принципе, все, кто вносит магический урон, они будут являться кормом для нашего героя. Ну, давайте в целом разберем. Корм. Ну, тут сомнительно, потому что если будет Хекс, то будет корм, потом корм, 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 корм. Потом тут сомнительно тоже, возможно, не корм, потому что у него чистый урон. Лина будет очень хорошо контрить Хускара, потому что у нее есть чистый урон с ультимейта. Сюда ее, кстати, в контрпик не включали. Это тоже будет кормом, если взять какой-то там дополнительный Хекс может, чтобы убивать. Это не корм, это, конечно же, корм, потом далее может быть кормом, потом может быть кормом, кормом может быть. Этот герой дает промах и улетает на тревелах, поэтому вряд ли будет кормом. Это тоже корм, это корм, это корм, это у нас тоже корм. И тут, в принципе, большинство героев, всех магов, это просто кормушка. Дестер очень хорошо будет контрить за счет своей арканы. Первый спелл тоже чистый урон будет наносить. Сонаквей будет немного подконтрить тоже за счет чистого урона. Големы будут за счет пульверайзов. Тоже пробивать Хускара Тут тоже корм, это у нас корм Это у нас корм, это под вопросом У нас очень хорошо инвокер Стоит против Хускара, конечно же Тем, что у него есть форжет и есть колд снап Есть дополнительные Способности с анстрак чистым уроном Тут у нас тоже, вот это кстати не корм Кстати фамильяры очень хорошо Будут разносить Хускара, поэтому держите На заметку, это корм, это у нас Вопросительно, потому что если будет Дезвар, то конечно Дезвар будет уничтожать Это у нас конечно же корм и корм Все маги это в принципе корм, поэтому нет смысла сюда запихивать Все что в начале не способно внести большое количество физикал урона будет являться кормом для Фускара Конечно же Клокверк это тоже корм, но если у него будет БМ он будет спокойно справляться Потом Ксина тоже он не даст ничего сделать, тут Фускар просто Ксина выгонит с лайна Бэтрайдера выгонит с лайна, СФ выгонит с лайна, Траксу, Дроурейнджеров, потом всяких снайперов Все это Фускар у нас будет просто кормиться на этой теме Так что поэтому тут дальше нечего рассказывать, я думаю вы в принципе поняли Главное понять, что если там персонажи, которые вносят только магию, смело берете Фускара и побеждаете Вот это максимально приятная игра для Фускара будет, так что ребятки держите на заметке Что ж друзья, самое время конечно же у нас разобрать друзей И тут мы кстати будем разбирать некоторые фишечки, которые я не разбирал ранее То есть если тут какую-то фишку я показал в начале, то тут фишек в принципе никаких нет Самые интересные моменты это конечно же друзьями Фускара Первый в списке друзей у нас это Пугна Пугна позволит захиливать у нас конечно же Фускара в сложной ситуации В случае чего также может накинуть на оппонента Астрал, чтобы Фускар внес немного больше дамаги со своего ультимейта Я считаю, что это очень даже хорошая помощь будет со стороны Пугны И в целом Пугна приятненький геройчик для нашего Фускара Одним из самых лучших друзей наряду с Даззлом будет у нас Оракл У Оракла во время ультимейта действует 2х от хил Соответственно Фускар будет просто непробиваемой машиной во время того, как на него Нерриф накинет ультимейт Инер Виталити будет хилить у нас не 10 хп, а 20 хп И не 80% от атрибута, а 160 Соответственно, думайте головой, а если там еще и Доминатор на Хускаре То конечно же не даст просто Оракл убить Хускара Это очень-очень жесткая тема Один из самых лучших, конечно же, помощников в игре с Хускаром это Оракл Следующий герой, который у нас есть, это Огр Огр также имеет горение, имеет бладласты, имеет станы, что нужно в принципе Хускару В совокупности в 2 горелки вы просто там под 4 стрелы и размакшенной горелки Легко сможете убить любого саппорта Просто накидали 4 стрелы, кинули Игнать, все, саппорта нету Плюс Огр поможет бладластам Этот бладласт он накинет на Хускара И Хускарчик будет немного заряжен Так как Хускар у нас Берсерк, соответственно, это будет еще и плюс к этому Хускару Следующий герой, который у нас тут есть, это Волджин Волджин в совокупности с Маледиктом и, конечно же, ультимейтом Хускара Сразу почти может ваншотнуть героя То есть как? Ваншотнет он, конечно же, через время Как работает Маледикт? Маледикт считывает количество здоровья по тикам Три тика, конечно, которые у нас будут идти Я рекомендую всем, кто не знает, о чем я говорю Посмотреть гайд на Вичдоктора Когда Вичдоктор накидывает на кого-то Маледикт, там идет подсчитывание здоровья И сколько здоровья оппонент потерял, столько ему урона И нанесется потом, конечно же, в этой теме То есть 100 хп за потерянные там здоровья То есть получается вот такая вот контора То есть это будет отличная комбинация Образно, если Бладсикер вот так вот получает даже Маледикт первого уровня И Хускар просто спокойно ультанет Вот уже плюс огромное количество дамаги у нас получит с Маледикта, конечно же, Сикер И это очень хорошая комбинация Не считая того, что тут еще будет подхил для Хускара Который тоже важен, так как Хускар у нас будет всегда бегать на лоу хп Следующий герой, который у нас есть, это Сикер Сикер, конечно же, позволится с помощью первого спела и ультимейта Хускара ваншотить игроков Просто ваншоты Эту тему я давно показывал и тут более нечего объяснять Просто ваншот с ультимейтов Это, в принципе, я показывал на стриме Это вы все знаете И Ридар также способствует хорошей игре Хускара Он также может и подсейвить Хускара Астралом И накинуть второе для ваншотов с ультимейта И, в принципе, очень хороший саппорт Потому что он сможет помогать Если Хускар не имеет дайгера, он очень медленно добирается до цели То и Ридар может немного подзамедлить И поддержать цель, потенциальную жертву немного в Астрале И Хускару дать время, чтобы добраться Следующий герой, который помогает Хускару Это Кристаллочка Кристаллочка дает у нас хороший аурореген И, соответственно, Хускару это нужно У него вот здесь вот немного маны Интеллекта у него немного И, конечно же, чтобы кидать хилочку Монокост очень большой Поэтому Кристаллочка будет помогать Не считая того, что там есть замедление и станы Это очень приятненько Следующий герой, который у нас тут есть Это Дазл Дазл нам даст армора Дазл нам даст крест И, конечно же, подхилен Очень приятные герои Раньше я считал это самой лучшей комбинацией Хускар и Дазл Типа самая лучшая комбинация Комбинить этих героев Прям приятно Как правило, Хускар на лоу хп С армлетом И Дазл может кинуть туда крест И Хускар на лоу хп нарезает Потом раз еще армлет включает То есть получается две жизни Но тут немного тяжеловато будет, конечно же Все это раскидывать Нужно четко раскидывать И поэтому я считаю, что Оракл И, конечно же, Хускар Намного круче будет смотреться Нежели чем Дазл и Хускар Но Дазл и Хускар Это тоже отличная комбинация Рекомендую, ребятки, пробовать Поэтому Дазл у нас будет Тоже хорошим персонажем в помощи Следующий герой у нас тут Скай Скай также может амплификацией Третьим спеллом Своей печатью Помогать для ваншотов Хускара Так сказать, доносить больше дэмэджа В целом все персонажи Которые имеют станы Какие-то имеют дизейблы Будут помогать Хускару Плюс какие-то подхилы Допустим, Феникс под третьим спеллом Будет очень сильно Как хилить, так и контрить героя А вот я сейчас про Феникса сказал И те, кто будут скипать Они сразу спалятся насчет Феникса Феникс очень сильно контролит Хускара Потому что третий спелл Третий спелл у Феникса Это у нас чистый урон Но, если Феникс будет ошибаться В Хускар с легкостью будет сбивать яичко Под лоу хп Потому что ему будет все равно На этот магический урон с ультимейта Так что Фениксам нужно также быть аккуратным Он как друг, так и враг Так что, ребятки Вот такой у нас сегодня получился видос Обязательно напишите свое мнение Как вам понравился этот видос или нет Конечно же Как вы контрите Хускара И не забывайте ставить лайк, ребятки За тот труд, который я для вас делаю Мне занимают эти видосы очень много времени По монтажу и по рассказам И в целом Я считаю эти видосы очень информативные Я надеюсь хоть кому-то они помогают Конечно же, ребятки, не скупитесь Поставить хотя бы какой-то там лайк Ну, в среднем там 400-500 лайков набираем Ну и в принципе Я думаю, этого хватает Так как сейчас вообще никто видео не делает Соответственно, смотреть нечего Ну, не знаю, так сказать Рад, что вы у меня есть, ребятки В общем, на этом все, ребятки Контрите Хускара Смотрите другие видосы С вами был Ксеназос И до скорого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok